Одной из самых любимых ягод любого дачника является клубника, поэтому почти все стараются хотя бы немного кустиков, но посадить. Проблема в том, что не все знают, как за ней ухаживать. И почти никто не пользуется подзимней подкормкой, которая делается в ноябре, перед самым наступлением заморозков. Она поможет клубнике перезимовать, сформировать больше плодовых почек для следующего сезона и заложить основу крупных и сочных, очень вкусных ягод. Речь пойдет про калийные подкормки, а именно про монофосфат калия. Это самая любимая подкормка клубники. После нее она обильно плодоносит, отлично выдерживает любые морозы и по весне оказывается гораздо более устойчива к разным заболеваниям, инфекциям, грибкам и вредителям. Монофосфат калия – это безазотная подкормка, в которой содержится только калий и фосфор, причем в хилатной легкоусвояемой форме. Осенью и зимой два эти микроэлемента очень важны для клубничных кустов. Вносить удобрения под клубнику очень просто. Можно делать это в сухом виде. По одной чайной ложке каждого удобрения рассыпаем под каждый куст и поливаем сверху чистой водой комнатной температуры. Либо же делаем раствор. На ведро воды необходимо добавить 10 чайных ложек подкормки и потом по одному литру такого удобрения вносить под каждый кустик. Стоит эти удобрения недорого, приготовить их совсем несложно, а эффект на следующий сезон будет фантастическим. Если достать монофосфат калия является проблемой, можете использовать простую древесную золу. Рассыпаем под каждый куст 2-3 чайные ложки и сверху поливаем. Зола также содержит фосфор и калий, поэтому ее эффект будет схож с действием монофосфата калия.